Наш эфир продолжает новости короткой строкой. Мы расскажем про огонь и воду экстремалов-путешественников и про то, кого ждут на заработки в Сочи. В четырех районах Ямала из-за жары повышен уровень пожарной опасности. Он вырастет до 3-4 класса в лесах Надымского и Приуральского районов, Салихарде и Лабытнанге. Всего в нашем округе с начала лета уже ликвидировано 15 природных очагов возгорания площадью 78 гектаров. Основные причины пожаров – сухие грозы и человеческий фактор. Движение «Восстановлено». Иркутское региональное управление Росавтодора сообщило о нормальном проезде по участку федеральной трассы Р-255 «Сибирь», который был закрыт из-за паводков. Уровень воды в разлившихся реках понизился, но, несмотря на это, дорожные службы продолжают следить за ситуацией. На участке трассы «Сибирь», расположенном рядом с водоемами, обеспечено круглосуточное дежурство спасателей, спецтехники и дорожных рабочих. 3 июля началась экспедиция «Неизвестные Ямалы». Ее организовали по проектам регионального отделения Российского географического общества Вьенау и Окружного морского собрания. В путь отправились путешественники из Нового Уренгоя и Салихарда. Они пройдут по рекам и озерам нашего округа и Полярного Урала. Исследователи изучат среднее и нижнее течение реки Щучья, проведут гидрологию и метеорологию. Они осмотрят заброшенные поселки и фактории и заедут в гости к тундровикам. Специалисты «Хэтхантер» назвали необычные вакансии на Кубани, одна из них в Сочи. Там ищут специалиста по уходу за северными оленями и хаски. Зарплата 35 тысяч рублей. Преимуществом будет опыт работы в ветеринарии, зоотехнике и на ферме. Напомню, ямальских оленей привезли на юг в Кавказские горы в конце декабря 2018 года. Наталья Лиховских, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.